добрый вечер или утро с вами до квази подкаст мы разрешаем и анна горина и анна зорокина анна сегодня наш десятый выпуск это практически юбилейный я не буду вспоминать сколько лет мы делали эти 10 выпусков но мне кажется это неважно мы себе это разрешаем как обещаем в подкасте сегодня мы собрали вопросики какие вопросики по большей части спрашивали на тебя и мы спросили что дорогие зрители наши любимые зрители зрители ради которых мы здесь собираемся и говорим и ради себя конечно тоже но и ради вас что же вам разрешить и несколько вещей мы бы разрешили с удовольствием безоговорочно радостно начинай прям с мороза бы разрешили знать по списку брось не быть молодой и успешной быть дурой не зарабатывать все деньги мира лень и праздность мы бы разрешили прям вот вот вообще не отходя от кассы даже не разводя больших трусов на колесах потому что ну это не только разрешено но и приветствуется это называется контакт с реальностью мы никогда не сможем заработать все деньги мира мы не останемся молодым дольше чем нам позволит генетика и реальность мы не можем быть трудоспособны 24 часа в день 7 дней в неделю а значит это лень и праздность и это не только разрешено и приветствуется и вот стоп 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 ты немножечко виснишь извините это мой интернетик это бывает мы разрешаем интернетику виснуть потому что это тоже пробычу в контакте с реальностью вот но в целом я хочу во первых к ней присоединиться во вторых сказать что ну как то мне кажется что это все просто запретить нельзя ну то есть можно но это все равно что запрещать солнцу всходить и заходить результаты будут очень плачевны и лучше сразу смириться с тем что это разрешено вот так и здесь не быть молодой и успешной ну спокойно а что вас в этом смущает обидно а что ты должна была быть молодой и успешной но как-то странно странно чувствовать обиду что ты не молода если тебе 43 господи ты дожила до 43 ну если ты собираешься еще то в общем это вообще роскошно но это это радость но здесь мы кстати уже подходим к тонкой теме нашего сегодняшнего выпуска да нашего сегодняшнего выпуска потому что наш юбилейный выпуск мы решили в нем оскорбить всех вот ну чтобы не размениваться и не мелочиться и говорить без плана и чисто от души и вот он же у меня от души вот она подступает значит поступила что почему не быть молодой плохо ну то есть с одной стороны да все вот это вот уже опять вот эта старость да поступает когда и не так гнешься и уже если ты всю ночь пьешь шампанское и танцуешь на стойке то на следующий день не очень работоспособна да и уже вынужден позволить себе как там это лени праздность да с другой стороны с другой стороны с другой стороны и это в лучшем случае в лучшем а иногда шесть часов там семь часов восемь а встаешь и как будто блин бухало шампанское и танцевало на стойке а ты просто спала а кота тошнила ночью а чувствуешь себя как будто бы плясала всю ночь в труселях а нет очень обидно очень обидно да но есть конечно очевидные минусы того в состоянии когда они не могут с другой стороны вообще то ну плюсов там плюсы в наших руках потому что возраст ну это не только изменение гормональной системы и хрящевой ткани это извините наращивание опыта когда можно медленно медленно спуститься с горы и не нарушая режима ленипраздность устроить себе праздник такой какой хочется с другой стороны это ну опыт это же про что опыт это новое количество разных нейронных связей соответственно у тебя больше выбор ты уже пробовал делать вот так вот так вот так вот так и это интересно ну то есть как во первых у тебя интересный опыт во вторых у тебя больше теоретический выбор во вторых взрослая жизнь предполагает больше ответственности больше власти больше власти это всегда интересно больше своих собственных интересов ну потому что что в юности ты еще не все попробовал а к 43 тоже еще не все тем интереснее начинай пробовать новое о да о да да и тут как бы очень интересный момент собственно ну вот ядро микоточка подкаста мы разрешаем мы прям вот прям трогаем трогаем суть и смысл нашего подкаста здесь за брюшко потому что когда мы перестаем быть молодыми мы становимся взрослыми то есть это грустная мысль что взрослые это мы она же и и радостные и пугающие потому что с одной стороны никто больше нам не говорит мыть руки перед и зад а с другой стороны никто нас не страхует и мне кажется что здесь кроется некоторая вот амбивалентность вот этого а не взрослым нежелание быть взрослым и полезно на это просто смотреть чем мы и занимаемся в подкасте мы разрешаем потому что конечно название саркастическое ну как бы две сорокалетние тетки почему нет почему нет нет кому и что мы можем разрешить в целом кроме себя самих и вот в целом мы занимаемся тем что мы здесь просто смотрим внимательно ну на тот же самый вопрос взрослые это мы это и радостно и пугает немножко и что же мы по этому поводу можем себе разрешить если это кому-то помогает из из вас которые милостиво смотрят и слушают наши разговоры так мы только счастливы в общем в целом ядро суть не коточка и брюшков это вот вот этот самый вопрос взрослые это мы это как бы ужас или радость или это одновременно или по очереди с разбегу и нанести двумя ногами вместе вот да я с тобой совершенно согласна мы начинаем как обычно с себя потому что с чего еще может начать уменяемый человек старше сорока и наблюдаем за этим за всем рефлексируем размышляем анализируем увиденное в том числе начинаем отвечать на ваши следующие вопросы да начнем наверное давай вот это вот мы легко прям разрешили не быть не зарабатывать все деньги мира потому что это невозможно давай знаешь еще давай такой вот промежуточный вопрос говорить чего хочешь и брать от мужчин в чувственном смысле и добавим сюда я бы вдул говорить я бы вдул говорить я бы вдул мы просто разрешаем без вот нюанс нет нюанс нюанс суть ну как бы не всех это привлекает начиная значит меня и заканчивая рецепиентом поэтому предлагаю говорить вот предлагаю говорить но самому себе нет это суть это же магия понимаешь все равно правильное наименование вещей работает хорошо я предлагаю правильное я предлагаю заменить на отдалась бы на еже вот смотришь на мужчину и такая думаешь а отдалась бы на еже это тоже не обязательно говорить через рот но это больше на мой взгляд семантически отличает тому что действительно происходит с женщиной которая как бы радостно и агентно хочет трахнуть этого мужчину чем я бы вдул это не значит что надо отдаваться на еже нет там дальше может следовать но отдалась бы на еже но он мудак и поэтому я ограничусь любованием новых вещей но еж не пришел как всегда все сорвалось да 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 просто вот я бы вдул там оно внутри меня не находит ну то есть короче я не хочу надевать стропу я не хочу в ее я разрешаю окей спасибо конечно мы разрешаем так не говорить но я бы если кто-то кому-то прям вот а если кому-то хочется то мы разрешаем Ну, мы говорим, возьми меня, мы никуда не едем, спи, да, или там, накажи меня, спи, Таня, ты ни в чём не виновата. Здесь есть затыка маленькая, опять же, маленький нюанс, маленькая гендерно окрашенная, что говорить открыто, чего бы мы хотели от мужчины, поцелуй меня здесь, так, вот, ну, можно и нужно. Дальше, ну, находить слова, образы для этого, время для этого разговора, мы, ну, разрешаем и призываем, и сами стараемся так делать, и как бы принять, я не вижу проблемы тогда в том, чтобы принять мужчину, который будет нам делать то, что мы попросили, вот. Но вот взять с него это, вот, как бы, взять, не получится, к сожалению. Чаще всего, ну, не получится. И в этом вот, вот зачем нужно правильное поминование вещей, потому что если женщина, как бы, хочет сказать, я бы вдул, а потом взять то, что она хочет от мужчины, это приводит к, как это, к разочарованию в процессе, потому что кажется, что это можно было бы взять, но нет, но нет. И тут тоже такая точка контакта с реальностью, она, ну, как есть. То есть, в целом, взять мужчину, ну, как бы, клофелин с тропом вперёд, и обувь-то пара, да, ну, как бы. Если это именно то, чего вы хотите, если это именно то, чего вы хотите, мы разрешаем. Но, подожди, УК, по-моему, запрещает. А, чёрт, ну, мы, а мы разрешаем УК запрещать. Будьте осторожны. УК запрещает сексуальное. Взаимодействие с человеком без его согласия. Да. Вот. Будьте осторожны. Всякие последствия. Да, могут быть последствия. Могут быть разные. Вот. Поэтому, почему я и говорю, что я бы вдул, мне видится полезным заменить на отдавать бы вдул. То есть, ты такой. Я тебя, послушай, я поняла тебя. Мне казалось, мне казалось, что я бы вдул. Это, знаешь, такая форма, это желание женщины. Ну, это опять же, да, как-то, о чём ты себе фантазируешь, о чём я себе фантазирую. Да. Я нафантазировала себе, что это запрос на такое... Господи, слово для этого есть, я всё время его забываю. На любование мужчиной как сексуальным объектом. И, ну, как бы, то есть, вот такое, что вот ты вот смотришь и думаешь, о боже, ну, если, да, то есть, как бы, если сейчас трусики подбросить, как говорила Фаина Раневская, они прилипнут к потолку, значит, сюда не удалось. Вот. И, ну, в принципе, ну, как бы в дискурсе это право закреплено за мужчинами, да, говорить, я бы вдул, и вот это вот всё вот... А женщинам, типа, не положено. Объективировать, да? Ну, как бы. Да, объективировать, да. Ну, как-то нельзя, можно. А как, ну, как можно, можно разрешать. Да, да, да. Я вчера слышала, как раз мне, 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 мне подсказали, я насладилась прям лекцией про, я не помню, как она называлась, но, по сути, это лекция о теневых женских аспектах, отражённых в элинных сказах русских. И там был такой персонаж один, я забыла, как его зовут. В общем, он щёголь и красавчик. Он прям вот герой. И он щёголь и красавчик, и его описывают там, именно вот в том разрезе, в том ракурсе, в котором ты сейчас располагаешься. То есть то, как он одевается, занимает обычно полторы страницы под запись. И когда говорят, что вот как он ходит, там жена князя Владимирова порезала себе руки, потому что глаз не могла отвести от вот этого, значит, кренделя. Щап, щап, я не помню. Я, если надо будет, я найду. Я просто ещё не выучила. Этот, я только вчера с этим ознакомилась, была в люто-бешеном восторге. И описывается, как девки припадают к заборам и смотрят, как он идёт и как он хорош. Как бабы, значит, плачут, так старухи, Анна, грызут посохи, потому что видят и не могут ничего сделать. То есть это в дискурсе народном есть такой персонаж, обменированный до невозможности, красавец-мужчина, который прям старухи грызут посохи от того, что видят око, а зуб не мёд. Я думаю, что это вот некая пиковая точка вот этого я бы дала. Да, да. Да, и вот это мне кажется прям вообще прям хорошо. Ну, конечно, ну вот, а красота, ну красота же страшная сила. Красота страшная сила, витальность, а потом они иногда же ещё, ну они же, мы же обычно, когда они делают что-то, мы прям, прям хочется стать этой монтировкой в этих руках. В общем, как это можно запретить, опять-таки, ребят, ну, давайте будем смотреть правде в глаза. Либида, это как запретить воде течь сверху вниз. Так можно запретить либиду, видеть либидо. Моё либидо видит твоё либидо и очень радуется. Это не значит, что я должна тебе дать или вдуть, но как бы сказать... И обратного это тоже не значит, это не значит, что другой тебе даст то, что ты хочешь взять, даже если его либида видит твоё либидо. Увы, он может быть занят пилой. Да, другой. Или другой бабой, что ещё? Другой пилой, я имею в виду, да. Или другой, ну, в общем, кем угодно он может быть занят. И, ну, тут как бы... Уважение к свободному выбору всё-таки имеют даже мужчины. Хотя очень обидно, я вообще не скажу, я как-то гады. Да, причём, ну, как будто сложно, ну, кажется. Вот вообще, обидит женщину отказом вообще не гусарское дело, как говорил один из моих возлюбленных в своё время. Или как это... Бабник, это вот про него как раз, он так не говорил, но я когда читала, я так вот потом поняла, что бабник, это, говорит, как книга в библиотеке. Почитала сама, поставь на полк. Пусть другие тоже почитают. Вот, и любоваться этим, конечно, можно, невозбранно. И там вот это, да, я бы дала тебе, конечно, добрый молодец, но ты бабник, и как бы вот так не хочу. А вот теоретически, конечно, да. И разошлось, как море кораблей. И мы, кстати, прекрасным образом переходим к вопросам о сепарации и комфортной дистанции, которые у нас тоже просят разрешить. Давай. Тут у меня прям плохие новости. Рассказать. Жги, матушка. Ну, как тебе, мне кажется, что такая история, что сепарацию нельзя разрешить, её можно только запретить. И запретить можно, а разрешить нельзя. Ну, как? Ну, как? Куда пошла, сука? Стой. Всё. Ну, другой, как? Он может попытаться. Давай так. А, попытаться, да. Ну, конечно, да. Но и, в принципе... Ну... Депривировать можно. Депривировать можно. Манипулировать, запугать. Пугать можно ругать. Ну, как бы я... И, понимаешь, как бы я к чему говорю, что запреты всяко будут действеннее, чем разрешение. Потому что сколько бы ты ни разрешала, от этого вода слаще не станет, да? И солонее. Ну, да. Это правда, кстати. Сепарация не спонсируется тем, от кого происходит это решение. И кем-то ещё. Ну, да. Никем. Вот, ну как, комарик. Вот летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Я злодея погубил, я тебя освободил, а теперь, душа девица, на тебе хочу живеться. То есть всякая сепарация, которая спонсируется третьими лицами, к сожалению, включает в себя интересы третьих лиц. И тут для, собственно, сепарируемого не на собственном ресурсе, есть необходимость читать весь договор. У тебя ещё звук? Нет, что это просто повод попасть в ещё более жуткую зависимость. Потому что то, что тебя освободило из предыдущей версии зависимости, было сильнее, чем то, что тебя удерживало. И тут я вот на паука-то не поставлю, а если комарик его заботал. Ну, в общем, да. Хороший вопрос, требующий внимательного рассмотрения. Вот этот вопрос лучше тысячи ответов, на мой взгляд. Ну, да, сепарация, этика не берётся, не даётся, берётся, берётся никак, нельзя, по-другому. Нельзя дать ответственность и власть дать. Дистанцию тоже нельзя. Нет, к сожалению. Ну, то есть, как бы человек может управлять своей дистанцией и больше мучей. Обидно. Да, обидно. Обидно. Обидно и обидно. Но, как бы, да, мы хотим сказать, что... Я хочу сказать, я не знаю, как ты, что с дистанцией это вопрос вообще всегда... Это вопрос в нашей власти больше ничьей. Ну, кроме, действительно, насилия жёсткого характера. Конечно. Тут уж тоже в этом месте это не вопрос сепарации. То есть, грубо говоря, если вас приковали к батарее... К вопросу жёсткого насилия вопрос о дистанции было поздно ставить несколько лет назад, понимаешь? Надо было ставить его... Ну, то есть, там что-то было, ну, опять же, случается всё, что угодно. Метеоритный дождь, ядерная война, падение кирпича, мучаки. Да, случается всё. То есть, мы не будем говорить, что всё в наших руках прямо и вот это. Хотя я это и сказала, но, конечно, это не так. Так, но вопрос управления собственным ресурсом и вопрос управления своей дистанцией всё-таки... Ну, как? Ну, а кто ещё это как-нибудь будет делать? Ну, да. То есть, пока мы остаемся в поле, обозначаемым семантическим термином сепарация, сепарация, мы говорим вот так ровно о том, о чём ты говоришь. Если вдруг участвуют батареи, наручники, то мы не говорим о сепарации. В данном случае мы говорим о насилии, и это не регулируется психологическим термином сепарации, это опять область уголовного кодекса и гражданского права. Да. Как-то так. Как-то так. Да, но при этом, мне кажется, что важно, я бы сказала, что важно говорить, переходя к следующим вопросам, которые у нас тоже были, важно сказать про дистанцию, потому что умение не подпускать к себе кого-то ближе, чем ты хочешь, это очень важное умение. И это умение, оно говорит о том, оно не то, что говорит о том, оно позволяет тебе действовать в собственных интересах. Ну, понятно, что если ты уже прикован какими-нибудь обещаниями или наручниками к батарее, собственные интересы ты уже, в общем, потерял некоторое время назад, на самом деле, к сожалению, чаще всего, вот, а если нет, нужно, нужно обязательно пространство для себя. Пространство, которое контролируешь ты, не кто-то, а ты. Поэтому там следующие были вопросы про то, как, вот как не зарабатывать все деньги мира, мы с тобой вообще легко и понятно разрешили, вот, но вообще-то зарабатывать что-то нужно, потому что ты должна обеспечивать свое пространство, а не кто-то другой. Вот так. В башне слоновой кости дорога к содержанию. Ну, или недорога, но все равно... Как ты недорога? Вообще-то дорога. Очень дорога. Недорога, очень дорога. Она бесценна с одной стороны, с другой стороны, да, в пересчете на все деньги мира. Ну, на самом деле, вот это сочетание бесценных компонентов, из которых состоит башня слоновой кости, драгоценных компонентов, из которых состоит башня... Дорогостоящих компонентов, из которых состоит башня слоновой кости. да, это в общем да, чтобы тебе набрать дистанцию от людей, которые тебе делают неприятно, сепарироваться в общем-то речь идет не о том, чтобы уйти в пустыню и жрать там мед и акриды ну это грустно, уйти от людей которые сидят и едят пончики и разговаривают про интересное а ты такой, хочешь сепарироваться, иди в пустыню журить там ноты акриды ну как тут не хочется не сепарация, это глупость какая-то зачем сепарация, это когда ты ешь пончики с тем, с кем тебе интересно все точка, мне так кажется а креветки ну хочешь есть креветки, есть креветки а, да, или так да, да, да можно и акриды есть тоже если хочешь но как бы все равно это вопрос на мой взгляд вопрос сепарации это вопрос увеличения комфорта то есть мы выходим из зоны комфорта в зону большего комфорта иначе это не имеет смысла это не рентабельное мероприятие ну да, иначе ну зачем лучше ждать, пока тебе кто-нибудь что-нибудь разрешит но не мы, конечно от нас может хотя бы мы все разрешили почти да ну да только аккуратно мы чтим уголовный кодекс толку от нас особо нету в этом смысле поэтому да да вот соответственно вот, да драйв сепарационный это по-хорошему драйв действительно в башню слоновой кости где шелковые подушечки ну если вы любите шелковые подушечки или не знаю наоборот солома и не знаю там и стойка на которой вы будете танцевать напившись шампанского стойка на которой вы будете танцевать напившись шампанского это все денег стоит профиль работа мастера брют этот злоебучий стойка из хорошего дерева помещи. Да, это всё стоит денег. Чтобы сепарироваться, надо денег. Да, чтобы что-нибудь не нужно. Нужно сперва продать что-нибудь не нужно. А чтобы это продать, надо сперва заработать. И тут мы, подожди, мы уже пришли снова к следующему вопросику. К следующему вопросику очень логично. Да, шли к нему. Подожди, это ещё не тот этот, наверное, предыдущий. Да, потому что у нас ещё есть вопрос. Смотри, жить как я хочу, потому что как бы внутри головы есть некоторые опасения, что войдут без стука, что называется. Хороший какой вопрос. Вот. Ну, и это, значит, стойка, дерево, значит, красное, металлический профиль, болты, чтобы были с лоскими головками, чтобы вот пока танцуешь, жопу не поцарапать. Брют, потому что от полусладкого голова болит. Ковёр. Опять же, пол деревянный, потому что если ты стойки пьяная упадёшь на кафель, это больно. Поэтому там деревянный пол и ковёр. А с таким знанием дела говоришь, что просто зависть берёт. Это гостиная только ещё, там же кухня ещё начинает быть, погреб, прихожая. Ну, неплохо бы ещё, чтобы там дворецкий был, который вот без стука, вообще нельзя, без стука ты сначала заходишь, там дворец стоит. Там нужны, мы прямо скажем, там нужен человек с бейсбольной битой, с автоматом Калашникова, который не позволяет другим войти без стука. А если они не стучатся и входят, они получают по башке. И это как бы, да, смотри, нарушение границ, это повод для агрессии. Денег тоже стоит. Это стоит денег, это стоит разрешение на агрессию. Но его тоже, его нельзя получить. Его можно только взять. И вот кто-то заходит без стука, и ты говоришь, выйди вон. И надо сделать так, чтобы люди вышли вон. Пока этого, как бы сказать, умения, ну, то есть это умение нужно получить в практике. Ну, во-первых, мы говорим про некоторое, да, внутреннее состояние, право быть там, где ты есть, тем, кто ты есть. А во-вторых, мы говорим всё-таки про внешнее право, потому что я тоже, понимаешь, ну ладно, ну я не психолог, поэтому мне можно, окей, я буду сейчас ужасные вещи говорить, что все эти внутренние фантазии на тему, как я продвинулся, это круто, но это как сексуальные фантазии. Пока они не претворены в жизнь, они могут служить утешением, снотворным, но, 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 старопона нет, значит, старопона нет. Такая история. Поэтому, мне кажется, что это надо пробовать на других живых людям. В хорошем смысле. если есть вопрос, да, а это был вопрос, к чему там, ну вот, к защите границ, да, если есть история и идея, что могут войти без стука. Надо просто каждый случай нарушения границ как-то внешне, по-другому отрабатывать. не так, как мы привыкли, что, ну, не мы, а условный человек, да, как, не знаю, как, ну, по-моему, там была история про сжаться, я это очень понимаю, подвинуться и сказать, что, ну ладно, меня тут не было, но если хочется, чтобы нет, значит, надо учиться как-то другому это делать. Это страшно и больно. Ну, при деле там еще очень, очень. И мы пробовали, будем честны, и ты, и я, мы умеем и сжаться, и при деле это еще типа, вот, можете откусить мою руку, вот, давайте вы можете съесть мою руку, вот, съешьте мою руку и оставьте меня в покое. И мы обе, в целом, к 40 годам уже знаем, что это не работает просто. Это работает, но результаты такое говно получаются, что, как бы, лучше даже не начинать. Да. вот, то есть, это не голословное утверждение про дворецкого или автомат, или там ров с акулами, или про длинную, длинную полосу отчуждения, где пустыня перемежается этими линиями электро, электрических заборов. И когда, ну, это какая-то совсем грустная история. В разных ситуациях? Да, ну да. Конечно, конечно, нет, ну, слушай, есть ситуации, в которых хорошо работает полоса отчуждения с линиями электрических заборов. Есть, есть определенные формы зла, с которыми не надо иметь дело, не в формате, дворецкий открывает дверь и говорит, здравствуйте, вы к кому? А зло говорит, я хочу видеть Анну, а дворецкий говорит, извините, Анна сегодня не принимает. Ну, то есть, нет. И даже это не такие формы зла, которые, ну, даже автоматчик не надо. То есть, есть формы зла, от которых хорошо работает форма отчуждения такая. Это не работает с людьми, это не работает с любимыми людьми, это не работает со всеми людьми, но с какими-то вещами, сепарация с какими-то вещами может происходить и по этой схеме. И, грубо говоря, я буду ратовать только за то, что, это хорошо рассмотреть и, ну, понять, что в одних случаях хорошо работает ров с акулами и красиво, и разговаривать не надо. В каких случаях хорошо работает вот автоматчик, чтобы описывать, в каких-то достаточно просто дверей. Это очень, ну, это очень разные штуки. я хотела сказать, что удивительное совершенно дело, я полностью с тобой согласна, пробовать надо разное, но удивительным образом в бытовых, ну, как бы, в бытовых случаях, да, не заходя, опять же, на территорию, регламентированную уголовным кодексом, дворецкий работает превосходно, дворецкий с абсолютно ровным лицом, который говорит, нет, нельзя, и все. И я была поражена, когда, когда я попробовала, вот, оказывается, что если ты с ровным лицом на попытку съесть твою руку отвечаешь, нет, они говорят, а, да, ладно, то есть, как в анекдоте, да, про зайчика, ладно, ты можешь не приходить, мы тебя подчеркиваем. И страшно отказаться, и кажется, что ты не сможешь отстоять свои границы, а по факту часто достаточно просто отказ. Это очень страшно и странно, но попробуйте эту магию. Это очень страшно и странно, да. Это прям, но, как бы, ровное лицо, это важно. То есть, во-первых, важно ровное лицо, во-вторых, важна, ну, некоторая внутренняя решимость, да, не имеет с этим дела. Да, не имеет с этим дела. Ну, то есть, как бы, это нет, которое нет, и всё. Вот. Да, и вот в этом месте, как бы, вот действительно, лучше не быть молодой. Да. молодой человек. Он даже, он даже, сука, бедный. Он не то, что сомневается, понимаешь, он когда говорит, нет, он потом ещё бежит по этой полосе отчуждения и говорит, нет, подожди, мы не договорили, я тебе сказал, что я тебе запрещаю. это уже, уже, как бы, если он уже обратно вышел из своей плензоны комфорта, просто, чтобы доказать, что да, точнее, нет, точнее, да, ну, зачем так много всего? Иди просто занимайся своим делом, но, теперь, она кровь горячая. И вот тут, и вот это, понимаешь, заниматься своим делом, вот мы ещё к одной микоточке, мне кажется, тоже плавно подгодли. Да. Что в слоновой башне, этой кости слоновой, просто сидеть в комфорте, на стойке, красного дерева рядом с этим пилоном и бакалом шампанска, тупо скучно. Очень. Очень. Если вдруг построить это для того, чтобы тебя оставили в покое, но это такая luxury version of неуловимый Джо. Это, говорит, кто тут бегает? Это неуловимый Джо. А что говорит? Никак не удалось его поймать, а кому нахрен нужен? Кириш, а у меня есть подозрение более того, что она не строится из этих материалов. То есть, вот как я говорила, да, что нельзя решить, можно запретить, пока ты не начинаешь заниматься тем, чем ты занимаешься, даже если тебе запрещают, у тебя нет материала, чтобы эту башню построить. Ну, то есть, как бы, да, тебе не обязаны запрещать, но вот, ну, самость-то из чего, блин, делается? Извините. Ну, не из скуки же. Нет. Из живого огня. Она делается из живого огня. И вот где, собственно, его, куда он, откуда, откуда и куда он идет, а вот это нам, так сказать, это и есть путь, пусть по которому нам этот естественным образом можно получить сепарацию. Ну, потому что, как бы, да, зачем нам сепарироваться, если и так все есть и ничего не надо. В естественном каком-то, да, развитии. Что там получается, Анна? Тебя, ты лучше знаешь, что получается при естественном развитии событий. В каком? У кошечек? Или ты кушаешь к собаку? Ты не так же. Ты помнишь, мы в баню ходили? Так вот, у бабочек такая же история. Естественно, ну, как, мать или родитель, да? Мы про родителя и ребеночка. Слушай, а в естественном же индивидуация не является обязательной опцией. Плюс по всему. А, ты про индивидуацию. Я думала, ты про сепарацию. Индивидуация вообще не является обязательно. Индивидуация, это... Мне просто кажется, что если мы движемся к индивидуации, сепарация случается сама собой. Это правда. Но иногда случается сепарация без индивидуации. В этом смысле, потому что, при нужном к индивидуации, это приждение святости. Лучше так, чем никак. Поэтому в этом смысле, сепарация без индивидуации тоже вполне себе рабочий момент. И она тоже не спонсируется родителями, тоже не спонсируется источниками влага. Просто в какой-то момент, просто в какой-то момент родитель, да, или какой-то источник влага становится недостаточным для опекаемого. Песок становится неважной заменой оксу. Мама, это, конечно, хорошо, но баба с тиськами лучше. Папа, это, конечно, здорово, но запрет на инцест, слава богу, стоит. И, ну, часто на сексуальных энергиях это происходит хорошо и естественно, когда вот девочка или мальчик, вертя хвостом, сепарируются просто потому, что там, слава богу, есть культурная табу, которая запрещает сексуальные отношения внутри семьи. И, как бы, да, существую, чтобы получить сексуальное впечатление, нужно контактировать с кем-то за пределами семьи. Вот и сепарация. И она, опять же, не спонсируется родителями никак. И не спонсируется, кстати, третьими лицами. То есть, если кто-то хватает мальчика за член или девочку за жопу против ее воли или как бы не дожидаясь ее или его горячего желания, это тоже не работает как сепарация, а работает как сексуальная травма. Поэтому это все равно некий внутренний огонь и переживание недостаточности опыта, который я могу пережить здесь, находясь в отношении зависимости от. И тогда, собственно, происходит некоторый там конфликт интересов или конфликт существ и сепарация. Но сепарацию берут. То есть, это мальчик выламывается, говорит, я не приду домой сегодня. Как ты не придешь? Вот так. Говорит он. Так. Да, или просто не приходит еще хуже. Или просто не приходит. Молча не приходит, да. Да-да-да. И девочка тоже. Ну, то есть, можно смягчить, можно более человечным это сделать, хотя Эрос, он не добрый бог, и Афродит, как томическая богиня, поэтому там сильно не смягчивши, на самом деле. Но, тем не менее. Либо экономическая сепарация. Ну, то есть, в какой-то момент мальчик или девочка, он просто тупо не хватает денег на те интересы, которые у него есть. И тогда приходится идти работать. И мы подошли к себе денег. А, да, смотри, точно. Ура-ура. Я меркантинная женщина. Я все вокруг денег хожу. Значит, про деньги у нас даже несколько вопросов, которые я бы про деньги и работу. И они мне кажутся какими-то интересными. Значит, первый вопрос. Продвинуться в разрешенности жить, не работая из нужды и палки, чувствуя себя рабом системы. Это вопрос один. Вопрос два. Не работать за деньги, а работать, чувствовать и дышать только исключительно из большого смысла. И третий вопрос. Бросить все должностные и заняться любимым делом. Что скажешь? Мне кажется, они похожи эти три вопроса. Они похожи. Они чуть-чуть отличаются по фасону. Они чуть-чуть фасоном отличаются. Но, в общем, я согласна, что они похожи в структуре этого. Что ты разрешишь в ответ на эти вопросы? Все разрешу. Все разрешу. Все разрешу. Но аккуратно и у каждого из этих действий будут последствия. У каждого из этих действий есть цена. И, ну, если есть, все можно. из вышеперечисленного можно все я разрешаю. Ты, наверное, тоже не возражаешь. В общем, нет. Да. Мы все взрослые люди в смысле, что старше 18 лет. И взрослые в смысле, что имеем какой-то жизненный опыт. и в смысле, что мы все идем по пути индивидуации. Кто идет, а кто не идет, тот идет по пути сепарации так или иначе. И я бы говорила только о разных фасонах. Ну, вот, грубо говоря, а, что можно? Можно растянуть предел, и там станет наглядно. Ну, то есть, вот, ну, то есть, там, что делать только то, к чему душа идет. да? Вот, если до абсурда довести? Абсурда, ну, как бы, если мы доводим до абсурда, то это вообще не работа, а это просто, как это, я хочу что-то, быть, удовольствием за балловой дворянкой, чтобы рыбка у меня на посылках была. Вот, то есть, мы как бы к этому пододвигаемся. Анна, кто из нас застыл? Да, где-нибудь до абсурда. Не знаю, я в этом на записи уже узнал. Ты у меня была хороша. Про рыбку было? Ну, про рыбку было, да, что это один из вариантов, да, и чтобы золотая рыбка у нас на посылках, либо более низким регистром. Это оказаться в маргинальном состоянии существа, которые вот украл, выпил в тюрьму. Если мы берем и делаем то, что мы хотим, прямо сейчас руководствуясь сиюминутным... Нет, ну тут говорят про большой смысл, но проблема, на мой взгляд, прости, что перебиву, в том, что если мы будем работать не за деньги, а исключительно из-за большого смысла, мы рискуем оказаться там же, в долговой яме, потому что, возможно, нам, ну, возможно, у нас есть деньги за то, что мы сдаем три квартиры, и тогда мы работаем исключительно из-за большого смысла и вообще ни о чем больше не думаем. Супер, можно. Красиво. Красиво, вот, ну, то есть нам досталось наследство или что-нибудь еще, или вдруг так совпало, что наш огромный большой смысл еще и хорошо оплачивается, тоже можно особо, ну, как бы нет, тут нельзя, потому что тут деньги надо разместить, чтобы на всякий случай, если что, все равно ими заниматься, а дальше работать не за большого смысла. Но, как бы, отравишки-то откуда? Ну, за чей счет этот весь банкет с большим смыслом? Если за свой, то, ну, любят, вот, так сказать, да, Ван Гога пример приводить. Можно так закончить. Ужасно брусно будет, мне кажется. Мне кажется, как-то так себе история. Ты имеешь в виду утратить контакт с реальностью, вот этой тяжелой, материальной? Да, я имею в виду умереть от голода, давай скажем, по-простому, ну, как бы, или от болезни. У него брат был, он за ним присматривал. Присматривал, но, в целом, понимаешь, мне кажется, что, если бы, если бы он присматривал лучше, ну, в смысле, было бы больше денег, возможно, был бы другой финал. Ну, то есть, опять же, я говорю про некоторый слой этой истории, не про все целиком. Не про все целиком. Только про слой. Вот. Ну, да, да, соглашусь. Я в этом месте, мне, как это, меня тронула в свое время история якобы Дона, вот этого философа, который медицинской немецкой философии. Он был сапожник. Он был сапожник, он был из семьи крестьянской, потому каким-то образом она была связана с церковностью, но не сильно. У него была жена Катарина и четверо, по-моему, сыновей. И он писал свои философские трактаты, ну, как бы говоря, он переживал мистические озарения вот в непосредственной близости от Покровских и писал философские трактаты, как-то именили, определили новую немецкую философию. Он был, работал, зарабатывал на жизнь, зарабатывал на хлеб, потом он как-то там предводитель гильдии сапожников и писал в общем, как мог, как успевал, урывками. И однажды Кайзер, тогдашний будущий нехорошо, чтобы Яков Берна так тратил безумно свое время и чтобы он занимался исключительно севософией, раз это так прекрасно. И взял его к себе при дворе и разместил, и дал ему пенсию. И Яков Берна умер через год. это после не значит вследствие, несомненно. Но как Куан эта история кажется мне очень драгоценной. Я не знаю на самом деле, писал ли Яков Берна свои глубокие мистические переживания и переживал ли бы он их, если бы он изначально жил при дворе. Я не знаю. Как так получилось, что сапожник определил лицо философии. Понятно. Вот. Возможно. Но очевидно, что и халая время, силы, смысла и денег. тема топ. Мне кажется, непростая, но что я хотела бы тут подчеркнуть, что какой-то равновесие что-либо. Хорошо. Мне кажется, что постановка исключительно и только и чувствовать и дышать из большого смысла. Ну а контакт с реальностью где? Ну то есть, а кто за нас будет этот контакт поддерживать? Тяжко. А я бы еще жестче поставила вопрос. Если так хочется жить и дышать из-за великого смысла, ну подыши. что тебе мешает? Ну хотя бы пять минут в день и дышать из-за великого смысла. Кто это запретил? Кто это может разрешить? Кто это может вменить в обязанность? Кто это разущественное существо? Понятно, что Бог. Ну вот дальше собственно зачем он нам и нужен? Этот Бог чтобы как-то с ним иметь возможность побеседовать на эти темы и прояснить вообще как-то что там как он смотрит на то, чтобы разрешить нам жить и дышать в соответствии с великим смыслом. Может он не возражает? Его надо спросить. Надо, чтобы этот разговор состоялся. Да, я согласна. Я согласна. То есть как бы этот вопрос нужно поставить и может быть тут как-то с сепарацией что не нужно искать решение под фонарем там, где потерялось. То есть где смысл-то? Смысл-то где, который потерялся? Как правило, то есть я тут как бы напираю на то, что типа не отрывайтесь от реальности вот, но и правда, да, то не дай бог оторветесь, потому что когда мы делаем только исключительные смыслы, как мне вас спрашивают, а на что вы духи как-то ориентируетесь на покупателей, когда делаете свои аутсайдерские духи, которые чисто искусство. ну а на какие деньги-то я их буду делать? Ну то есть если я не буду ориентироваться, как будто что-то плохое. Секундочку, сейчас еще я по-моему сделаю. Вот. И дело, как правило, дело, которое мы делаем, оно как-то связано с внешним миром. И идея о том, что художник типа творит только для себя. Ну стол тогда пиши. То есть это как бы немножко не про то история. И как-то ну то есть я не могу продавать духи, которые люди не покупают. Да, это же очевидно, мне кажется. Оксюмором. Да, это оксюмором. Если их не покупают, я их не могу продать. И значит, у меня нет денег, чтобы сделать следующий тут как бы просто все вообще. Есть пересекающиеся плоскости. Например, то, что я хочу сделать и то, что люди хотят получить. Конечно, можно работать на пересечении этих двух плоскостей и не делать того, что я не хочу. Ну и что, и хорошо, и я и не делаю. но искать это место пересечения, мне кажется, и можно, и нужно. И собственно, в этом состоит работа, как она есть. Работа. А ты что-то делаешь, пробуешь, освещенное вот этим большим смыслом. И мир не отвечает тебе. И я думаю, о, вот мы с Анной сделаем такую замечательную историю дегустацию, да то, да сё. И никто не приходит. Это освещено смыслом, да зашибись. Мы были очень, ну, то есть у нас люди пришли, но допустим, допустим, как не все йогурты одинаково полезны, не все мои замечательные идеи одинаково встречают одобрение у мира. Да, мы были удивлены. Но потом нам сказали, что день ВМФ 30 июля и как бы ещё грех нам жаловать. Я не жалуюсь, я просто говорю, что в принципе не все идеи одинаково ты жалуешь, да? Ну, жалуюсь, я тоже разрешаю. Не все идеи одинаково выстреливают. И если у тебя охрененная идея, освещенная смыслом, а её не берут, да, ты оказываешься примерно в положении женщины, которая хочет взять что-то у мужчины, чего-то, чего у него нет. Вот тут абсолютно та же история. Ты хочешь с миром, а мир говорит, я тебя не вижу. Или у меня другие дела. Извините, женщины, я пилю. Да, у меня тут пилы, ВМФ, фонтаны, погода плохая, давление низкое, что-нибудь такое. И ничего. И ты вместе своим смыслом остаёшься в обнимку. Ну вот с ним и дракуйся. Не очень это весело, я честно скажу. Но, как нет, весело в рамках, это не то, чтобы совсем грустно, давай скажем так, но разнообразия хочется. Да. Потому что в рамках своей башни новой кости всё хорошо и весело и прекрасно, но нужно куда-то интервенции какие-то совершать. И чтобы в тебя кто-то совершал какие-то интервенции. Иначе это колёсико не крутится, иначе жизнь уходит. Иначе нету жизни никакой. И вот это вот про жизнь-то, ну то есть, да, типа вот как мы, наверное, мы уже людей с большим смыслом достаточно оскорбили и перейдём... Простите, люди с большим смыслом, простите, пожалуйста, мы вас очень любим и уверены, что вы найдёте способ с ним обойтись. Можно подумать, у нас нет большого смысла, он есть, а просто ещё есть работа и работа, и долженствование, и всё остальное. Куда ты денешься-то? Ну то есть, жизнь человека, который вот всё это делает исключительно из большого смысла, я могу сказать, как выглядит, это жизнь какого-нибудь монаха в любой религии, причём лучше какого-нибудь прям вот упоротого, типа столбник, или какой-нибудь суфи, или человек, который ходит с миской для подаяния. То есть, вообще-то первое, что делает с вами большой смысл, это лишает вас эго. Это точно нам надо? Мне кажется, ну то есть, для светской жизни это как-то не очень подходяще. Да, включи звук, пожалуйста, обратно. Включи, я просто здесь поставила себе в этой башне чайник, и он шумит, я поэтому не выключила. Вот, ну и пусть шумит, ладно. Да, да, я ещё изобразила того, кто там флагеляциями занимается, да-да-да, это просто, ну, я как это, вариативность практик ухода от мира и взаимодействия исключительно с большим смыслом как плывёт твой звук? Уводит от жизни. Очень художественно получилось, да, и уводит от жизни. Вот, и уводит от жизни. И это так же точно и так же обидно, как то, что вода льёт себя сверху вниз и не наоборот. Да. Да. Поэтому вот этот баланс между жизнью и смыслом, да, между Леросом и Лого, между Мастерией и Духом, он красив. Не так долго баланс. Жизнь человека не так длина, как прям об этом говорят юные существа. Но не так долго вообще можно. Как в кельтском эпосе, да, никогда белый ваня не догонят красноухие псы, иначе мир закончится. Никогда этого не будет. И мы приходим к последнему, на мой взгляд, на сегодня вопросу. Как разрешить себе радоваться тому, что есть? Вот. Как? Помнить о смерти. У меня очень простой вопрос. И, по-моему, как бы мысль о смерти разрешает нам всё. Вообще всё. Вообще всё. Ну, то есть, как бы, а какие варианты, да, сколько, сколько вообще нам осталось, кто знает? И чему ещё мы можем радоваться, кроме того, что есть? Можно, конечно, даже будущему радоваться. И она это. Я говорю, потом бабкой быть вот этой, которая посох свой грызёт, когда ходит кремль такой наливной, а ты уже только посох грызть можешь. Ну, как, да? Как не разрешить объективировать мужчину? Ну, как вообще немедленно бегите все объективировать мужчин? Да, 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 с одной стороны, да, объективировать мужчину, да, мы разрешили, это отлично, но я тоже хочу ещё, так сказать, соли с перцем добавить, что если мы не будем этого радоваться сейчас, сегодня останется, окажется потерянным, и в случае чего у нас не будет прошлого, в которое мы можем вернуться, потому что мы просрали момент радости, а нельзя, и более того, моменты радости они должны быть, извините, деятельными, деятельными в смысле того, что радоваться надо, освещая получом своего сознания то, чему мы радуемся, всё, прям, что у нас есть, всё, все богатства воображаемые, внутренние, всю нашу стойку полированную попой Анны, раз уж она так заботливо туда плоские болты засадила, вот, вот этому всему прям, ну, а как радоваться, освещая светом сознания, иначе не получается. о да, о да, и это же, кстати, разрешает нам не зарабатывать все деньги мира, как мы вот сейчас закольцуем, не быть молодой и красивой, ты согласна? Да. Потому что, ну, типа, мы не молодые, красивые, что на кладбище прямо сегодня, а если нет, можно еще жить немножко. Да, 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 да. И потом, каждое мгновение свой резон, да, хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Зрелым тоже ничего, да и как быть стариком, тоже хотелось бы поглядеть, если можно. И стартерам интересно, очень даже. и при этом падает количество жизненных сил, несомненно. Из детства, юности, из юности, взревости, далее в старость падает количество либидо, какого, которое позволяет терпеть дискомфорт. Айо, айо, опять я пишу, да. Да, да, я тебя все слушала и все правильно. Да, хорошо. Но тем важнее позаботиться о своей зоне комфорта. Максимальная точка, в которой мы можем это сделать, это где-то вот сейчас, 30-40, пик, макушка лета. если посмотреть на это таким образом, все становится яснее и проще. И надо по возможности. И вокруг чего строить башню слоновой кости? Понятно, что вокруг живого огня. Найди живой огонь и потихонечку вокруг него настраивай. Сначала очищай, потом с радостью. Постепенно раздвигай. Да, 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 конечно. С радостью и в контакте с другими живыми существами, потому что когда они видят живой огонь, это же умножает счастье. Когда ты показываешь свои духи, а они кому-то драгоценны. Вот мне прям драгоценны твои духи. и это счастье. Да, это очень умножает. И вот смысл поделиться, что-то разделить. Радость. Да. Таким образом, по-моему, мы завершили круг, замкнули, всем всё разрешили. Призвали быть осторожными и внимательными. Посочувствовали. Поскорбляли. Всего мне. Несколько. Мы надеемся, да. Вот. И очень большая честь, что вы нам задали такие вопросы. Я хочу здесь сказать. Это прям для нашего юбилейного 10-го выпуска Кваде подкаста мы разрешаем. Это как ордер, что вы пришли и задали нам такие вопросы старшим Зворыкиным. Я считаю прям вам ну вот спасибо вам большое. Это честь и спасибо и вот на этом мы, наверное, закончим. Спасибо большое. Спасибо и вам за вопросы. Анна, тебе. На этом мы завершаем наш 50-й выпуск. Я думаю, что мы попытаемся продолжить. Ну, мне нравится. О, да. До следующих встреч.